Добрый вечер! Пожалуйста, это Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 33 по 54. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающая вину его, сей есть Иисус, царь иудейский. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, на разрушающий храм и в три дня созидающий, «Спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопило Иисус громким голосом, «Или, или, или массово хвани». То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом, и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же опять возопив громким голосом, и спустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град, и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясения и все бывшее, устрашились весьма, и говорили, «Воистину он был Сын Божий». Этот евангельский отрывок повествует нам о крестных страданиях Господа и Его смерти. Обычно это чтение нам предлагается вспомнить во время Страстной Седмицы, уже после Великого Поста, перед Пасхой, перед Воскресеньем. Почему в это воскресенье нам Святая Церковь предлагает вспомнить этот отрывок? Мы, конечно же, читаем это Евангелие в связи с тем, что вспоминается память одного из свидетелей того, что происходило на кресте. Это сотник Лонгин, который был начальником стражи при кресте, который пронзил копьем ребра Господу. И, конечно же, это как нельзя лучше напоминает о нем чтение этого Евангелия. И здесь мы прям видим, что он возопил, что, да, в действительности, и это Сын Божий. То есть мы видим, что он уже при кресте уверовал во Христа. Удивительно, хотя он был не иудей, он был римлянин, но и римский гражданин, и офицер, военный, который не подготовлен был совершенно к тому, чтобы воспринять чужую веру. Мы помним, что римляне веровали в Зевса, Аполлона и прочих, многобожий был у них. Вот тем не менее, он, воспитанный совершенно в другой вере, здесь он стал христианином. Вообще, наверное, удивительная его судьба, да, потому что, как мы видим, да, в числе учеников-то его точно там не был, да, и даже неизвестно, встречал ли он там Господа там на протяжении трех лет. Вот здесь мы видим, что вот эти шесть часов, пока он рядом с Господом был, да, перевернули всю его жизнь, наверное. Ну, действительно, я думаю, этот человек, он видел много распятий и много казней видел, так как, ну, это дело было воинов, и, собственно, тогда войны не было, и у них единственное, чем они занимались, это охрана каких-то объектов и, соответственно, царских там… А он командир, получается. А он был командиром, и, конечно же, он участвовал в каждом из таких мероприятий, как казнь. И вот эта казнь для него была шокирующей, потому что мы видим его реакцию, он воскликнул вот с удивлением и с верой воскликнул, и, конечно, он, взирая на лицо Господа, взирая на события, которые предшествовали этому, он знал, что его просто по зависти предали, да, то есть, что он невиновен совершенно Господь. И, взирая на те природные явления, которые происходили вслед за его кончиной, кончиной Господа, конечно же, и землетрясения, и солнечные затмения, и вот это все, то, что и камни распались, и то, что и мертвый воскрес. Ну, как, конечно, тот человек не может не быть поражен до глубины души. С ним еще и другие два воина, которые были у него в подчинении, также уверовали во Христа, хотя также были не иудеями, а римлянинами. И вот это лишнее доказательство того, что все, что Господь предпринимал для спасения рода израильского, оно было с избытком. Лишь бы люди относились к этому без страсти, без гордости, без зависти, тогда бы они восприняли все правильно и уверовали во Христа. Ну, как эти римляне. Они были совершенно объективны, то есть, они не были заинтересованы в той или иной, так сказать, трактовке событий. Они просто смотрели, что происходит, и из этого сделали выводы, вот такие, что стали верующими. Ну, вообще, о нем нужны длинные истории. Евангелие о нем не очень много говорит, а вот Сарконопридание донесло много информации, что его звали, Лонгин его звали. Сотник Лонгин, да. Ну, это такое, так сказать, имя, или для нас, наверное, имя, для него, может быть, это имя или фамилия. То есть, мы не знаем, как его было имя, но вот Лонгин, это, может быть, и кличка была его, потому что в переводе это длинный, в переводе с римского. Высокий, наверное. Высокий, длинный. Ну, у нас также среди детей в школе там часто обзывают, и такие клички приклеиваются к людям, которые высокого роста. Вот он, наверное, также был длинным, высоким человеком, и поэтому ему приклеилась такая кличка Лонгин. Ну, вообще, в военной среде, и сейчас это присуще не по имени или по фамилии, особенно в военных действиях, а по каким-то присваиваемым таким, каким-то названиям. Ну, на частности, на СВО, например, позывные. Да, то есть это и всегда было, то есть по позывному, по присвоенному человеку имени отдельному, такому незначащему практически ничего, сейчас обращаются тоже воины. Здесь, я думаю, то же самое. Да и фамилии тоже говорят, что раньше давали фамилии, там, например, холодец варили, вот Холодцов он был. Ну, на Руси, да, даже евреинов были фамилии, хотя они были русские люди, но вели себя очень жадные были, и Петр Первый некоторым дворянам присвоил имена такие. Или там... Или Ивановы, там вся деревня. Иванов, Петров, Сидоров, это же понятно, да, что от Сидора, от Ивана, от Петра пошло, но многие там и кораблестроители, кораблёв, там и какие-то другие люди... Род деятельности какие-то. Да, да, ремесленники, там, каждый получал там по своему роду и по тому, что он занимался в жизни, ему присваивалось имя. То есть Иван Петров, Петров сын. Значит, вот Иван имя, а Петров – это фамилия получалась. И так далее. Да, ещё церковное предание нас донесло, что именно Лонгин, да, то есть именно он был тем воином, который пронзил ребро Господа. Да, это уже в Евангелии об этом не написано, кто пронзил. Мы знаем только, что на кресте Господь, когда отошёл, да, то есть умер, ему воины для того, чтобы проверить, всё-таки умер он или нет, они пронзили ему ребро с правой стороны. И, ну, как, опять же, следуя логике воинских, так сказать, взаимоотношений, проверку всегда проводит начальник. Вот наверняка это начальник был Лонгин, который и являлся офицером в этой, так сказать, маленькой такой части военных. И, конечно же, мы даже знаем, что такие подробности до нас доносит предание, что это его ещё больше потрясло, потому что, когда он пронзил ребро Господа, он убедился, что он умер, но вытекли кровь и вода из раны, и был ветер, и брызги попали, эта кровь и вода попали ему на глаза. А он страдал глазной болезнью, и в эту же минуту он исцелился. То есть он прозрел фактически от крови и воды Господа. И духовно прозрел. Да, и это тоже было подтверждением того, что непростой человек на кресте распят, и это тоже послужило ему ещё большим утверждением веры. И правильно говорить, что действительно он прозрел не только глазами телесными, но и глазами духовными, так как невозможно уверовать в Господа, не видя его духовно. Более того, ещё есть одна история, тоже с ним связанная. Те как раз воины, которые стерили Господа уже, после того, как Господа сняли с креста, и именно он был тем охранником, который сторожил святое тело. Да, это последующие события, когда уже положили во гроб тело Господа, когда архиереи пришли к Понтию Пилату и попросили гроб охранять. Понтия Пилат сказал, у вас есть печать, опечатайте сами, и приставил к этому гробу охрану. Никто не унёс, да? Да, потому что архиереи сказали, ну вот сейчас этот, так сказать, человек говорил, что он в третий день воскреснет, и сейчас его ученики возьмут, тело унесут и скажут, что он воскрес. Давайте вот с этим мы, так сказать, будем бороться с таким, и, как они говорили, что это ложь, да, которая может воплотиться в жизнь, и давайте охранять его до третьего дня. И таким образом они подтвердили, что Господь действительно воскрес. Может, как раз и ангела они видели, который сошёл ко Господу, который упал в ужасе. То, что они были в ужасе обездвижены, это, конечно же, действие ангела, потому что, ну да, ну землетрясение, землетрясение, то есть камень был отвален от гроба ангелом, но при этом был такой трус, то есть встряхивание земли, что, конечно же, они все обратили внимание, даже те, кто отдыхали, а уж те, кто стояли на страже, тем более этого не могли не увидеть. И видели ангела, и сам вид ангела, молнии подобного, он привёл их в ужас такой, что они были обездвижены. А потом, когда пришло к ним, так сказать, движение, то есть они смогли двигаться, они разбежались. Удивительно, наверное, дальнейшая его судьба, потому что он, я так поняла, что ему очень сильно доверял Понтий Пилат, он же у него стоял на страже. И дальше-то как? Он отличался воинским званием, он, конечно же, заслужил его, то есть просто так ему никто не дал, он его не покупал, естественно. И, конечно же, это доказывает только то, что, конечно, Понтий Пилат на него возлагал определённые надежды в дальнейшем росте его. И так как он ему ещё и доверял, то это ещё больше давало возможности ему карьерного роста, ломгину. А здесь это обращение его в христианство, конечно, перевернуло всю его судьбу, можно сказать, на 180 градусов, потому что архиереи для того, чтобы скрыть воскресение Христова, они дали воинам деньги и сказали, что вы теперь говорите, что мы проспали, а вот унесли тело Христова. Ученики пришли, когда мы спали. Все причём, их там уже несколько человек стояло на страже. И при этом, что есть очень известный исторический момент, что за сон на страже была смертная казнь в Римской империи. То есть эти воины, если бы это было правдой, их бы просто казнили за то, что они заснули на своём посту. Но так как их никто не казнил, мы понимаем, что это была ложь архиерейская. И часть стражи согласилась, взяли деньги и действительно распустили слух, что вот мы проспали, а ученики украли тело Христова. А другая часть учеников, это был Лангин и двое его близких людей, тоже воинов, подчинённых ему, они сказали, мы не будем участвовать в этой лжи. Деньги не взяли и отказались распускать этот слух. – Более того, проповедовать даже стали, о том, что они видели, чему свидетелями стали. – Конечно же. За это, за непослушание, так сказать, начальству, понтипилату, и другим начальникам, они были изгнаны из армии и ушли в Каппадокию, где, собственно, он и родился, Лангин из Каппадокии, то есть Турция. Значит, сейчас. И стали проповедовать. Они и в Иерусалиме говорили, как всё было, как всё это происходило, на их глазах. И они после этого везде, где проходили, где были заинтересованные слушатели, они везде всё это рассказывали. И в конце концов их просто казнили. – Естественно, это не могло остаться. – Да, в конце концов, так как началась борьба с христианами, их просто казнили. Причём были посланы тоже воины, может быть, даже знакомые Лангина, а может быть, незнакомые. – Были незнакомые, вроде, такая история, что они к ним пришли, и не узнали его, а он их принял. Говорит, сейчас Лангин, я вам позову, вы пока покушайте, присаживайтесь. – Ну да, вот есть такая, так сказать, история, что он ввёл их к себе в дом, они сказали, мы ищем Лангина. Узнали они его, не узнали в том плане, что, может быть, и узнали, да и не стали, отдали ему шанс такой, чтобы он убежал. Но он их, наоборот, привёл к себе в дом, накормил, напоил, сейчас я, говорит, его позову. И сходил за своими друзьями, двумя тоже христианами, воинами бывшими, привёл их тоже, и, собственно, таким образом сдались, и пострадали оба, все, и два ученика, и он были все убиты, усечены мечом. И голову Лангина принесли эти воины, посланные Пантем Пилатом, ему во дворец в Иерусалим, и она была выброшена, просто… – За ворот, специально, это абсорда. За территорию города, ну, есть там такое место, куда выбрасывают весь мусор, от жертвоприношения остатки выбрасывают, через мусорные врата, даже ворот называется мусорные. Вот там она была выброшена, и она там почивала, пока не была обретена женщиной с болезнью глаз, собственно, её засыпало песком, потому что это такая полупустыня, и ветер дует, и она была засыпана, но потом была обретена чудесным образом женщиной, глава Лангина. – Да, она исцелилась, эта женщина. – Да, через исцеление поняли, что это, собственно, он. – Да, как раз людям, наверное, которые зрением страдают, вот как раз… – Ему обращаются в молитвах, да, в Лангину. Так и есть. – Да, давайте мы вернёмся в самый момент и попробуем его глазами посмотреть на происходящееся событие, да, вот за шесть часов, что могло измениться. То есть, что происходит? Происходит самое ужасное и позорное такая вот казнь, да? – Ну, само распятие в Римской империи, оно практиковалось по всей территории Римской империи, было самым страшным из возможных, так сказать, убийств. Но самое такое почётное, это когда убивали мечом, просто отсекали голову. Это римские граждане пользовались в кавычках этой честью, да. А для черни, для каких-то… – Для рабов, да. – Для рабов, каких-то людей неизвестного происхождения, или там воров, или убийц. – Разбойников, как убить. – Разбойников, да. Использовалась эта страшная казнь в качестве, так сказать, поучения для других, чтобы из страха перед этой казнью другие воздерживались от каких-то неправильных поступков. она заключалась в том, что человек прибивался гвоздями четырёх почков. – Причём в ладонях, говорят, самые такие вот нервные окончания, да? – Даже это не ладонь, это вот запястье, потому что ладонь, она очень мягкая и слабая, она рвётся под весом тела человека. А вот если в запястье, то здесь косточки сходятся предплечья, и они выдерживают вес человека. Но в том месте, куда в таком случае попадает гвоздь, там как раз нервный узел, и человек испытывает страшнейшую боль при пронзании этим гвоздём нервного этого узла. И также в ноги ещё. В каждую ногу гвоздь вбивался, и человек висел всей своей тяжестью на руках и на ногах, прибитый к такому крестному знамени. Причём это, ну, все помним спартанцев, да? Спартак и история про их восстание. Вот их также казнили, такой же участь у них была такая же, то есть их также на крестах вдоль дороги, ведущей в Рим, прямо эти кресты поставили, и они там были прибиты. То есть это очень широко распространённая была казнь, и она была ужасающая, потому что ещё и человек очень медленно умирал, то есть он испытывал все муки и страдания, умирал от кровопотери, естественно, умирал от того, что он просто задыхался, так как он висел на руках, часы, многие часы висел на руках, и чтобы вздохнуть, чтобы освободить диафрагму, чтобы она могла опуститься, и лёгкие вздохнули у воздуха, ему приходилось на ногах опираться на ноги прибитые и как бы освобождать от веса тела грудь. И тогда он мог вздыхать. И если у него уже не хватало сил, то или он там уже в бессознательном состоянии, он просто от удушья умирал. Вот такая страшная казнь. И здесь мы видим даже, что по длительности этой казни, она может сутки продолжаться, вот эти мучения человека, мы видим, что Понтий Пилат удивился, что Господь так быстро умер. А два разбойника, слева и справа, также пригвождённые крестом, они не умерли, они продолжали жить. И поэтому, чтобы ускорить процесс их кончины, им перебили голени специальными, так сказать, орудиями пришли и перебили кости ног, чтобы они не могли приставать, освобождать таким образом грудь и вздыхать. То есть они быстро... Да уже у них, наверное, время подходило к вечеру, а в субботу у них день покоя. Им надо было быстро, чтобы они умерли, так как следующий день была суббота, а это день священный для иудеев, что в этот день ничего делать нельзя, а если бы они умерли в этот день, то значит их надо было бы снимать с креста, какие-то процедуры захоронить и прочее. То есть там же очень тепло всё-таки, и поэтому разложение очень быстро начинается в телах, поэтому нельзя тянуть с этим. И холодильников тогда тоже не было никаких для убитых. Поэтому решили в пятницу, чтобы до вечера они умерли, их ускорить кончину тем, что перебили им голени. Соответственно, они не смогли приподниматься, опираясь на ноги для вздоха, и просто умерли от удушья. А зачем понадобилось Господу пробивать, если Господь уже отошёл, зачем нужно было ему пробивать леврон? Ну, так как их прислали для того, чтобы они убили всех троих, но Господа они увидели, что смысла ему перебивать кости ног нет, они увидели, что он убит, он уже умер, и для достоверности Лангин пронзил ему ребро копьём. Он убедился, что никакой реакции не последовало, то есть человек от боли, если бы был жив, вздрогнул бы, или там вскликнул чего-то, то есть какая-то была бы реакция. А тут реакция никого не последовала, они увидели, что он мёртв. Ну и кроме того, когда копьё проходит в грудную клетку, то через ребра оно попадает в сердце, и это ещё раз подтверждение смерти, кончины человека. То есть даже, ну, тут сказать не 100%, а 200% вероятность того, что он скончался. Да, а у Господа всё промыслительно, да, то есть получается, что и пророчества раньше были, до его вот этой смерти, да, и получается всё равно та же кровь, что из Господа истекла, то есть мы сейчас вот причащаемся этой кровью. И получается, что вот кровь и вода, они истекли-то из сердца Господа, потому что Лангин, как опытный воин, он знал, куда колоть, и он проколол как раз в том месте, чтобы попасть в сердце, и сердце – это кровь истекла. То есть мы понимаем, что это, конечно же, ну, с точки зрения человеческой, военной точки зрения, это как бы один подход, а с точки зрения духовной, что Господь всего себе отдал и сердце свое отдал для того, чтобы людей спасти от греховной смерти. – Именно поэтому, наверное, Господь такую самую унизительную смерть выбрал, чтобы потом никто не сказал, что вот там привилегированные какие-то были положения. – Ну, мы видим, что Господь, Он вообще избирал в течение всей своей жизни такие очень смиренные места. То есть Он родился в пещере, для Него не досталось даже никакой халуги, да, никакой-то даже просто шалашика. В пещерке Он родился. Обогревали его своим дыханием животные, да, не костер, не печка, а вот животные грели его, потому что это все-таки зимой происходило, холодно было. Что жил Он в каком-то городе захолустном, Назарет, а перед этим вообще в Египет пришлось бежать. Что в течение всей его жизни фактически его гнали и не понимали его, и даже близкие родственники к Нему относились как не совсем, так сказать, здоровому психически, пока не уверовали в Него, как в Христа. И, конечно же, это все показывает нам, что Иосиф Обручник был простым плотником, то есть это не какая-то там царская должность или там военный, или какой-то там ученый, или, значит, учитель Израиля. Нет, просто обычный плотник. То есть везде, во всем мы видим его смиренное состояние. Въехал он в Иерусалим на ослике, не на коне, как победитель, а на ослике. И везде он ходил пешком, не в карете, не в носилках его носили, как вельмож, а пешком по всему Израилю он прошел. Даже казни, ну вот мы видим здесь, так сказать, убийство, а перед этим-то его еще и избивали, то есть все тело его было, можно сказать, покрыто ранами, и тростью били по голове, и терновый венец проколол ему вены на голове, то есть кровь стекала по голове, и плетьи, удары плетьми, они были римские плети, две или три жилы вместо веревки, а на конце свинцовый грузик такой, в виде восьмерочки. И он втыкался при каждом ударе, вот эти грузики, они пронзали кожу, то есть делали такие язвочки. И это все тело было покрыто его язвами, и в конце еще и гвозди, и копье, то есть все человеческое естество, которое Господь на себя восприял, было изъязвлено буквально ранами и кровоточило, ну, как вот мы, каждый из нас, изъязвлен грехами, и наша душа, можно сказать, кровоточит, когда мы согрешаем ежедневно. Поэтому, чтобы нас вылечить, исцелить нас от этих духовных болезней, Господь понес такую величайшую скорбь, страдания и смерть. И это он возложил на алтарь Бога Отца в качестве того, чтобы примирить Бога и человека. То есть мы только этой жертвой были искуплены, только через эту жертву Бог Отец оставил наши согрешения, и только таким образом мы можем прийти к Богу Отцу через Сына. И, наверное, поэтому Господь в конце уже возопил, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил. То есть, получается, Господь уже от нашего лица как бы возопил, да? Это человеческий, да, был такой вопль, потому что мы понимаем, что Бог, Он не может разделиться, Бог, Он един в трех лицах. И Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, они всегда слитны и нераздельны, да? То есть не слитны в лицах, но нераздельны в Божестве. И даже если Он вот здесь висел на кресте, как человек, да, то как Бог, Он все равно находился на небе с Богом Отцом. И вот этот вопль, конечно же, это бы по что ты меня оставил. Это человеческий был такой вот вопль. И через это мы видим, что Господь также испытал богооставленность человечества. Ведь когда Адам и Ева отпали, были изгнаны из рая, они были оставлены Богом. И все человечество от Адама и Ева до сегодняшнего дня, если они не пришли к Богу, они Бога отставлены. И чтобы и этот грех, и эту тяготу на себя взять, Он и это испытал на себе. То есть богооставленность Господь также испытал, и также переборол и осветил своей смертью, своей кровью. А есть какой-то символизм в том, что именно Господь был распят именно в шестом часу? Это по-нашему полдень, да, получается? Ну, мы же все дела мы делаем когда? Не утром, не вечером, а в течение дня, в том числе и в полдень. Когда мы кушаем? В полдень. То есть все основные наши деяния происходят при свете, полуденном свете. И здесь Господь также в полдень, чтобы все это видели, чтобы все это слышали, не ночью допустил себя убить, а именно при свете дня, чтобы все об этом знали. Это, так сказать, один из моментов. Второй момент, что, ну, конечно же, Адам с Евой, они через вкушение запретного плода, яблоко, да, были, так сказать, изгнаны из рая и согрешили. Здесь, ну, вкушали они тоже днем, то есть в полдень обычно кушают. Здесь тоже Господь вкушением тела и крови своей, а мы, когда причащаемся, мы вкушаем тело и кровь Господа, Он тоже это дает в полдень, так сказать, как основную пищу духовное питание для нашего спасения, потому что душу, ее не накормишь борщом или пирогами, душа, она питается духовной пищей, это и есть тело и кровь Христова. И Господь их дал тоже в полуденный час. Все оно и символически, и, так сказать, промыслительно, все это для спасения человека устроено. Ничего случайного. Человек тоже создан в шестой день, получается, тогда? В шестой день, да, человек был создан, в седьмой день Господь уже почил, отдохнул от своих творений, и много таких вот пересечений. Да, получается, Господь, то есть шесть часов, он, получается, вот страдания, претерпевая на кресте, и шесть часов, получается, как раз для того, чтобы как раз сотник обратился к Богу за эти шесть часов. Шесть часов сотник Лангин взирал на все эти страдания Господа, и проникался благоговейным страхом и верою ко Господу. Да, и когда он в конце еще сказал, что это воистину есть Сын Божий, значит, он где-то это уже слышал, то есть слухи-то вокруг ходили, он прислушался, присматривался. Он же небольшой город, и, конечно же, все знали, мы помним, как в Иоаннгеле написано, когда Господь вошел в храм Господень, на ослике въехал в Иерусалим через золотые врата и вошел в храм Господень, мы читаем, что весь Иерусалим потрясся, то есть все узнали, что вот Мессия вошел в город Иерусалим и сейчас в храме находится. Поэтому и эти, конечно же, римские воины, они также жили в Иерусалиме при дворе Понтия Пилата, было там притория такое место, где, собственно, находились все воины и жили как казармы, да. И, конечно же, они не могли не знать, кто такой Иисус Христос. Они все это знали. Поэтому они знали, что он называет себя Сыном Божиим, они знали, что он исцеляет и даже воскрешает мертвых по слухам. Они не сопутствовали Господу, поэтому до них только слухи доходили. И что он и бесноватых, и слепых, и различных больных, сухих, немощных исцеляет. То есть они все это знали. Поэтому, конечно же, вот малые капли для Лунгина и для его соратников было вот эти события на кресте, чтобы он не окончательно веровал. – А что это вообще за место Голгофа? – Голгоф – это место при Иерусалиме, вне стены Иерусалима. И к нему были определенные ворота к этому месту. То есть это место казни. Оно напоминало как бы такой череп, поэтому так называлось Голгоф, и в переводе это череп. И на нем казнили, там, собственно, и погребали, и там происходили все эти события не только с Господом, но и перед ним многих там казнили. И те ворота, которые были перед выходом из Иерусалима к этому месту, они так назывались судные ворота. То есть человек обычно до суда находился в притворье, то есть там были темницы, там заключенных содержали, там им выносился какой-то приговор, и они шли по улице Иерусалима до этих судных врат. И если кто-либо из живущих в Иерусалиме восклицал, что он не согласен с приговором, то этого человека возвращали обратно и снова рассматривалось его дело второй раз. Может быть, этот новый, так сказать, свидетель что-то другое привнесет. Но вот Господь прошел весь этот путь от притворья до Голгофа, никто за него не заступился, не воскликнул, что он против этой казни. И он переступил порог судных врат, и это было, так сказать, подтверждением приговора, так сказать, подписью под его приговором. Все, ему зачитали приговор, он уже был, ну, то есть амнистии не подлежал. А может, наверное, такое тоже предположение сделать, что никто не заступился, пока Господь шел, но мы знаем, что помог нести Симон Кириньянин крест. И вполне возможно, что как раз тот человек, ведь вряд ли воины разрешили это просто так сделать, наверняка сотник их разрешил это сделать. И может быть, как раз за этот поступок Господь его и спас, как и разбойника, который по слухам, по преданию, что именно он, когда бежали в Богородицы, с Господом, с младенцем в Египт или из Египта, вот они по дороге их встретили, и как раз оставили их жизнь. Ну, действительно, дисциплина в римской армии была очень отточенная и жесткая. При малейшем там своеволии и непоминовении очень жестко все пресекалось и наказывалось вплоть до смертной казни. Поэтому воины ничего не могли сделать без приказа своего начальника. Поэтому наверняка Лангин разрешил Симону Кириньянину взять крест Господа, когда тот уже упал под тяжестью креста и уже не мог нести. И он, так сказать, проявил к нему сочувствие и, так сказать, милосердие. Он сказал, вот давайте, пускай он несет. И он донес до Голгофа крест Господа. А Лангин, проявив милосердие ко Господу, таким образом открыл свое сердце для веры. И Господь, видя его все-таки внутреннее такое устроение милосердное, дал ему истинную веру в него. То есть наше каждое такое, даже малейшее движение сердца ко Господу, Господь сразу нас обнимает. Любое, любое. Есть там в святых, в житиях святых такой момент, что человек однажды, он был пекарем, и вот как-то к нему очередной пришел бродяга пропросить хлеба. Он взял какую-то там засохшую булку и бросил в него, просто чтобы отогнать его от своего места работы. И это ему вменилось в милостыню. То есть он со злости ее бросил. А тем не менее Господь и это воспринял для спасения этого человека. Еще вот есть такое небольшое недоумение, когда читаем евангелистов разных, то они немножко по-разному рассказывают, что дали Господу. Например, Марк говорит, что Господу дали вино со Смирной. Матфей говорит, что с Желчью, он со Сопом. Лука ни с чем не смешанный уксус вспоминает. Это вот как можно толковать? – Ну, дело в том, что для тех, кого казнят, ну, конечно же, никакое хорошее вино никто не будет давать. То есть давали какое-то старое прокисшее вино, которое уже в уксус превратилось. – А зачем вообще давали-то? – И, собственно, да, потому что вот это смешение с желчью или со Смирной, с горечами уксуса, и там еще и спирт присутствовал, то есть вино, перекисшее в уксус превратившееся, оно помрачало рассудок человека, и, ну, как обезболивающих, что ли, можно так сказать. То есть человек не так сильно воспринимал и болезненно то, что с ним дальше происходило. То есть он как бы отключался чуть-чуть. И поэтому такая была практика в качестве жалости, да, к тем казнимым. Вот давали им выпить этого уксуса с желчью или со Смирной, что и то, и другое, но горечь, что желчь горечь, что Смирная горечь. То есть, в принципе, там, я думаю, ну, что было под рукой, то туда и наливали, там особо никто, это не ресторан, да, там никто не разбирался. Уксус нашли, там, желчь. Не нашли желчь, значит, Смирную. Не нашли Смирную, значит, Смирную. И все, и пей. Ну, вот это как раз такая была традиция к казнимым хоть как-то облегчить их боль. Может быть, облегчить, а может быть, наоборот, растянуть. Потому что если бы от болевого шока, может быть, они и раньше бы умерли. Возможно и так, может быть, и с этой целью тоже. То есть, когда как-то сглаживалось острота боли, человек просто дольше жил и, опять же, дольше страдал и мучился. Ну, и потом, то, что человек, когда пьет вот эту горечь с кислым уксусом, ну, это тоже наказание такое, тоже ничего приятного в этом нет. Это тоже какое-то такое издевательство, можно сказать, над человеком. И стерегущие его кидали в жребий об одежде Господа. Зачем они кидали в жребий? – Людей казнимых раздевали догола. И, конечно же, те одежды, которые с них снимались, они уже были не нужны их, уже после, так сказать, креста только во гроб. – То есть, каким-то полотнами их просто заматывали? – Да, да. Там была такая традиция у евреев, что была ткань, так сказать, обливали такой маслом с алоем, да, с благовониями, и обматывали тканью, и клали в огроб. Ну, мы помним, как лазер четверодневный вышел обернутой тканью. Так же и здесь. И, соответственно, одежду эту забирали воины, но так как их было, там не один воин был, они вот разделили, бросали жребий, о той одежде, которую нельзя было разорвать, она была соткана Пресвятой Богородице. Хитон называется Господа, да. То есть он, знаете, как вот бабушки вот вяжут, там, чулки там или еще что-то такое, носки или свитера. Вот так же сделала Богородица такую одежду для Господа, и ее, если надрежешь, она вся расползется. Поэтому о ней бросили жребий, кому она достанется. Она досталась воина из Грузии, он туда ее и унес. А хитон, почему в Грузии святая Нина равнопостольный хитон и нашла. И остальные одежды Господа, они были из обычной материи, поэтому они их просто разорвали на части и разделили между собой. Знаешь, мы видим такое искушение Господа, мало того, что распяли, начали еще издеваться, насмехаться над ним разными всякими выражениями, и первосвященники туда же. Здесь, наверное, тоже может какой-то параллель. То есть заканчивается жизнь Господа. Она и начиналась с его правоведнической деятельности, когда его сатана тоже искушал в пустыне всякими такими помыслами. И здесь он тоже получается. Ну, сатана, конечно же, никого не оставляет до смерти, то есть всех искушает, и людей, и уж тем более того, кто пришел его погубить, сатану, конечно же, он боролся с ним до последнего. Если он, когда Господь вышел в пустыню, он искушал его многократно, и мы знаем, как минимум три было искушение Господа, то здесь также сатана через первосвященников и прочих людей, которые желали смерти Господу, он также искушал, вкладывая мысли издевательские. Да, сонди из креста, а то там бросься вниз, получается, да? Да, да, там он говорил, да, что ты, ну, если ты сын Божий, брось с крыла здания Иерусалимского, и тебя ангелы подхватят, да? Или там повели этим камням быть хлебу, и так далее, и так далее. А здесь через этих людей он говорит, ну, вот теперь садись с креста. То есть мы видим, что и там Господь не слушался, там, сатана говорит, вообще сказал, «Поклонись мне, я дам тебе все царства мира». Господь и там не слушался сатаны, естественно. И здесь он также никак не отвечал этим людям, потому что любое слово Божие было бы еще к худшему осуждению этих людей. То есть здесь он проявлял к ним любовь. Он понимал, что их искушает сатана, он понимал, что если он сейчас им что-то скажет, а те еще больше, так сказать, еще хуже что-то ответят, то тем глубже они пойдут в ад в дальнейшем, потому что все равно им придется предстать пред Богом на страшном суде. Дальше происходит что-то страшное. Происходит стрясение земли, тьма. Тьма, быть, это вот по всей земле или только в Палестине? Ну, мы знаем такого святого Дионисия Арипагита. Он в этот момент, когда Господь умер на кресте, он переплывал в Средиземное море, он плыл в Египет, по-моему, из Греции. И там была тьма. И он прям воскликнул. Бог страждет, наверное, в этот момент, что вот такая тьма наступила. То есть мы видим, что, ну, как минимум, в Средиземном море, около Египта, эта тьма также была. То есть я думаю, эта тьма накрыла всю землю, потому что, ну, если Творец всего страждет, то и природа страждет. Она в ужасе. Как мы закрываем глаза перед чем-то страшным, так и природа закрыла свет, чтобы не взирать, хоть как-то прикрыть наготу Господа и его боли, страдания, чтобы не видеть этого всего, не соучаствовать в этом. Конечно же, и землетрясения, ну, как мы потрясаемся, когда что-то с нами происходит нехорошее, то так вот вся природа сотряслась, и от этого землетрясения еще и камни распались, и еще и гробы вскрылись, и еще и умершие вышли из гробов, воскресли. То есть это вот все одно за другим происходило. Происходило и завеса в храме раздралась надвое. То есть мы видим во всем этом, конечно же, многоразличные такие по Божьему правонослу посылаемые знаки для людей, чтобы они поняли, что сейчас происходит. Завеса в храме вот сейчас раскрываются врата. Это есть какая-то связь тоже с завесом в храме? Да, мы видим, что вот сейчас, если все люди стоят в центральной части храма, а священник в алтаре, святая святых, и в определенный момент открываются царские врата, и завеса открывается. То есть тут у нас тоже есть и царские врата, и завеса, которая открывается или закрывается в определенные моменты. Вот здесь завеса также была в храме Соломона, которая отделяла также центральную часть храма от святая святых. Святилище называется для людей, а для священников – святая святых. А в святой святых вообще никто, кроме одного первосвященника, не мог ходить раз в год? Да, и там стоял ковчег завета, и посох Аарона, и процветший, и, собственно, и Пятикнижий Моисея там лежал, и Манна. То есть вот эти все моменты ветхозаветной истории, там святая святых находились, и это все было закрыто. Единственное, кто мог туда войти раз в году, это первосвященник, ну, как у нас сейчас патриарх называется. Вот первосвященник, чтобы походить перед ковчегом завета, в алтаре перед престолом Божиим, он туда входил раз в год. То есть, получается, завеса раскрывается, и все видят, что там было? Что в святая святых находится, и как бы видят, что вход в святая святых, то есть в небеса, открыт теперь перед каждым. То есть не только перед первосвященником, но перед каждым открыт. И после крещения каждый человек, ну, мужеского пола, конечно, входит в алтарь, то есть священник его вводит, и это показывает, что перед ним открыт путь на небеса. Женский пол, он подносится к царским родам, и таким образом тоже им показывается, что они также могут войти в святая святых, в Царство Небесное. Многие святые воскресли и явились многим, да? Что-то известно? А кто же там воскрес? Как это происходило дальше, что там они умерли? Ну, если бы воскресли какие-то древние святые, ну, там, не знаю, Енох, или там, который не умирал, да, ну, кто там, Лот, там, Авраам и прочие, да, святые, то их в лицо-то тогда же не было ни фотографии, ни икон не было, их никто бы не узнал. А если говорят, что многие воскресли умершие, значит, их узнали, что они уже умерли, и вот опять они живые на улице появились. То есть, ну, скорее всего, это те, кто... Иосиф Обручник, Иоаким Иоанна, там, Елизавета, да, ну, и так далее. То есть те, кто были непосредственно участниками Рождества Иоанна Претечи, Рождества Богородицы, то есть вот все, которых знал весь Иерусалим, они, наверное, и воскресли. Много осталось за кадром нашего отрывка Евангелия от Матфея, да, другие евангелисты об этом расскажут, как уже в этой тьме, наверное, да, подошли ко Господу и Богородица со святым учеником Иоанном, да, когда друг другу Господь друг другу уж передал, да, и все это видел, наверное, сотник, он все это воспринимал, он видел, как Господь, когда его поносили, а он, Господь, молился за то, что не ведут, что творят, прости им, Отче. Да, эта молитва, она поражает до глубины души, то есть на кресте Господь, и, кстати, и разбойники тоже, это тоже слышали, да, что он молится о тех, кто его распинает, и он говорил, прости им, Отче, ибо не ведут, что творят. И когда Богородица с Иоанном Претечи, с Иоанном Богословом, апостолом Иоанном подошли ко Кресту, он их уже своим словом соединил в родстве, то есть это мать твоя, а это сын твой. Таким образом, Иоанн Богослов в дальнейшем уже ухаживал за Престой Богородицы до ее кончины, до успения Престой Богородицы, содержал ее в своем доме, и везде, где проповедовал, он ее с собой тоже брал. Да, в лице Иоанна Богослова Господь все человечество нас передал Богородице. Да, усыновил фактически Престой Богородицы, то есть она матерь всех православных христиан, и наша заступница, усердная защитница и молитвенница за нас. Поэтому ей тоже надо всегда молиться и прибегать к ее покрову. Вот, поэтому это тоже при кресте все происходило, и в конце Господь, когда все уже это произошло, Господь сказал «совершилось». То есть все дела, все необходимые для спасения человеческого рода какие-то деяния Господь сделал, и это, можно сказать, поставил точку в этом предложении, сказав «совершилось». То есть и после этого сказал «отдаю, отче, предаю дух мой в руки твои». Тоже это все по воле Божьей получается. Осталось полторы минуточки, и, наверное, вернемся к нашему сотню. Когда он все это видел, он, наверное, невозможно было не уверовать. Ну, для него это все было, конечно, вновь, и его потрясло до глубины души происходившие события, сколько мы все перечислили, да. И, конечно же, это совершенно не похоже было на тот пантеон богов, который ему с детства внушали в Римской империи, где совершенно другие поступки, и там и блуд, и чего там только не было. И, видя вот эту чистоту, видя эту жертвенность, видя эти молитвы, эти страдания, и эту смерть, и, конечно же, чудеса в природе происходившие, он не мог не уверовать и отдать потом душу свою за проповедь евангельскую. Да, завершающее слово, пожалуйста. Ну что ж, всем желаю знакомиться с Евангелием поближе, всем желаю, чтобы то, что Господь совершил на кресте и вам помогало, для этого надо веровать, молиться Господу и приходить в храм Божий, конечно же, чтобы вы могли причаститься телу Его и крови. Там благорелось отец имени, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, Господи. На сегодня все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok